МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Избегаем заражения ВИЧ-инфекцией, гепатит МС и не только. В Нефтьюганске проходит неделя профилактики заболеваний, передающихся половым путем. Сегодня состоялось неочередное заседание Думы города, на котором должен был быть избран глава города. Кандидата в Думе должна была предоставить конкурсная комиссия, однако сегодня этого не случилось. Подробности расскажем далее в материале. Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность главы Нефтьюганска начала свою работу сегодня утром. Согласно решению Думы, в нее вошли 4 человека из нашего города и по постановлению губернатора еще 4 из правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Шесть кандидатов сегодня было в конкурсную комиссию заявлено, очно пришли, зарегистрировались. Конкурсная комиссия провела в соответствии с утвержденным порядком собеседование с каждым из них выслушало представленное ими видение о работе предполагаемой на посту главы города, о том, как они ведут развитие муниципалитета. По итогам собеседования с кандидатами ни один из претендентов на пост главы не набрал нужного количества голосов. Соответственно, конкурс признан несостоявшимся и ни один из кандидатов не вынесен на рассмотрение Думы. Как нам на Думе доложил директор департамента внутренней политики Скорихин Александр Александрович, они заслушали всех кандидатов, посмотрели все заявления, и по итогам конкурса ни один из кандидатов не набрал нужного количества баллов. Поэтому было принято решение объявить конкурс несостоявшимся. Теперь Думе предстоит назначить повторный конкурс. Его новую дату определят сразу после праздников. Вероятнее всего, процедура избрания главы города пройдет в июне. Ангелина Кокаликова, Дмитрий Смирнов, Челерадиокомпания «Юганск». 5 мая православные верующие отмечают Пасху или Светлое Христово Воскрешение – главный христианский праздник, символизирующий победу жизни над смертью. В связи с решением православного прихода храма Святого Духа крестный ход по городу в этот день осуществляться не будет. Традиционно в храмах Нефтьюганска пройдут ночные и утренние службы. 4 мая с 4 до 8 вечера и в воскресенье с 4 до 8 утра горожан приглашают на освящение пасхальной снеди. А в полночь состоится крестный ход вокруг храмового комплекса и праздничное пасхальное богослужение. Вчера жители города столкнулись с отсутствием в кранах холодной воды. Причиной стали крупные нарушения в работе канализационной насосной станции номер 3. В течение нескольких часов специалисты Юганского водоканала с коллегами из других городов решали проблему и ликвидировали последствия. Что конкретно произошло, расскажет Екатерина Балакина. Поводом для выезда на место специалистов стали забитые насосные агрегаты. Уже когда бригады приступили к чистке, выяснилось, что причиной поломки стали смытые в канализацию влажные салфетки. Мотало на рабочие колеса, намотало так, что через ревизию не смогли прочистить. Пришлось разбирать насос. Это все заняло время, поток стоков был большой, начало подтапливать машинное отделение. Ну и в конечном итоге вода достигла насосного оборудования, что вывело из строя полностью работу КНС-3. Данная внештатная ситуация на объекте возникла из-за халатного отношения наших горожан, которые сливают в канализацию, в домах, в унитазах, средства личной гигиены, салфетки, памперсы, вплоть до того, что и ручки от холодильников там. Все это приводит к тому, что выводятся из строя насосы. Если туалетная бумага растворяется в воде, то остальной мусор далеко не всегда. В канализации он слепляется в один большой пом, который после приходится вытаскивать вручную. То, что вы сейчас видите, скопилось в сточных входах за четыре выходных дня. Сегодня запущен в работу построенный временный напорный коллектор, возле которого мы находимся, и запущен насос в работу. Водоотведение восстановлено, начинаем раскачиваться. Будем сейчас отсекать поступление стоков в машинное отделение, заниматься сушкой, подъемом двигателей. Чтобы справиться с большим объемом в короткие сроки, потребовалась помощь. В работу включилось градообразующее предприятие, а также специалисты Сургута и Патьяха. На встречу пошли и власти округа. Были организованы мероприятия, предоставлена техника, работники. И буквально в круглосуточном режиме проводились работы для того, чтобы город не был отключен от водоснабжения. Сейчас предстоит долгая и трудоемкая работа по восстановлению основной канализационной насосной станции. Жители города просят проявить понимание к нелегкой работе специалистов и выкидывать отходы в мусорные пакеты. Екатерина Валакина, Олег Гелькин, телерадиокомпания «Юганск». В ЦИМИ торжественно открыли Центр общественного развития «Доброцентр». Социальная франшиза уже реализуется во многих городах России, и не в Тюганск не исключение. Это место направлено на развитие инфраструктуры добровольчества и образует связь между волонтерскими группами. Какие функции еще выполняет Центр, расскажем далее в сюжете. «Доброцентр» занимается развитием социальных и гражданских инициатив в городах во всей стране. Это точка соприкосновения волонтеров, добровольческих объединений, гуманитарных корпусов и всех людей, которые хотят помогать людям добрыми делами. Также мы производим непосредственную волонтерскую работу. Мы помогаем маломобильным гражданам, мы помогаем людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Чем именно? То есть это и доставка воды, и продуктов питания, помощь в переезде, помощь в доставке медикаментов. Открытие «Доброцентра» пришли поддержать общественные объединения, волонтерские сообщества и активисты нашего города. Люди, которые готовы в любой момент прийти на помощь. Я думаю, что «Доброцентр» станет связующим звеном для того, чтобы нас всех сплотить. То есть у нас есть волонтеры Победы, Молодая Гвардия, Центр молодежных инициатив. В общем, всех не упомянуть, потому что нас очень много. А так мы будем коммуницировать быстрее, эффективнее. Я думаю, что это принесет большие плоды в нашей добровольческой деятельности. Расширенный масштаб поможет взаимодействовать не только добровольческим организациям между собой, но еще и с другими некоммерческими секторами – образовательными организациями, бизнесменами, органами государственной власти и местного самоуправления. Волонтерские движения, они сейчас настолько востребованы и настолько люди пылают, жаждут участия, но зачастую не знают, куда обратиться, не знают, а что делать, а чем помочь. Мы хотим помочь, но чем, кому. Вот этот Центр как раз и будет обучать, обучать непосредственно и представителей волонтерских движений, и самих волонтеров. Миссия доброцентров – помочь людям реализовывать себя через помощь своей стране и тем, кто их окружает. О функции и целях рассказал руководитель Ассоциации волонтерских центров и платформы добро.рф. Мы придумали социальную франшизу «Доброцентр», чтобы помочь тем волонтерским организациям, которые хотят стать в своих городах, таким центром общественного развития в работе, помочь им сохранить свою миссию, свою уникальность, но опираться на лучший опыт и практики, которые есть в нашей стране. В работе центра представлено более 30 различных сервисов. С их помощью люди узнают, как принести пользу своему городу и жителям, а также пройти обучение и официально стать волонтером. Помимо этого «Доброцентр» может помочь в организации мероприятий и с арендой помещения, а еще реализовать социальный проект. Еще мы помогаем подавать заявки на конкурсы грантового масштаба, то есть объединение может обратиться к нам за любого рода консультацией. У нас ресурсный центр расположен здесь, в Центре молодежных инициатив, который может проконсультировать юридически и помочь оформить полный пакет документов. Если вы неравнодушны городу и его жителям и хотите стать волонтером, вам стоит только набрать номер телефона, который вы сейчас видите на экране. Большая команда «Доброцентра» ответит на все ваши вопросы и будет рада любому желающему вступить в ряды добровольцев. Ангелина Кагальникова, Ромазан Бурнифт, телерадиокомпания «Юганск». Мастерская по плетению маскировочных сетей, пункт сбора гуманитарки и музейной экспозиции. В Нижневартовске общественники уже работают в новом помещении Народного центра помощи фронту, которая стала уже третьей точкой благотворительного фонда «Во благо», где встречаются неравнодушные вартовчане ради приближения победы. Далее материал наших коллег. Работа по изготовлению маскировочных сетей четко отлажена. Здесь уже почти промышленное производство. Недаром Нижневартовская бригада паучков известна по всей Югре. В начале специальной военной операции жены, сестры и матери военнослужащих объединились для помощи своим близким и начали плести сети. К ним присоединились неравнодушные варточане. Продукцию Нижневартовских мастериц высоко оценивают на передовой. Есть определенный гост, по которому плетутся они. Мы по нему работаем. Также мы участвовали в конкурсе. Конкурс проходили на специальном оборудовании, который проверяли, насколько закрывает сеть, маскирует. Прошли на 98%. Поэтому это очень хороший показатель. Сегодня в бригаде паучков на постоянной основе работают более 500 волонтеров. Одна из них – Светлана Клячина. Она освоила все виды работ. Раскройка, плетение, разработка новых моделей, изготовление атрибутики. Я услышала о паучках еще в прошлом году. Я очень долго их искала. Это была моя история. Я долго их искала. Я сначала пришла в гум-корпус. Там побыла немного, но продолжала искать. Нашла и вот уже больше года с ними. Помимо маскировочных сетей, здесь плетут и вот такие маскировочные костюмы. Это леший. Есть еще кикимора и новинка – панцирь. Если маск-костюмы леший и кикимора больше подходит для снайперов и скрытых дозоров, то панцирь идеален для пехоты. В нем удобнее передвигаться. Он легче, его проще надевать и снимать. Расширение ассортимента требует больших площадей. Разрастаемся, растем, да, то есть у нас появляется еще одна точка. Также здесь стоят у нас станки по плетению маскировочных сетей. Кому-то удобнее сюда. Здесь тоже народу достаточно много приходит. И в городке также, конечно, работают девочки. Еще начиная свою работу, паучки стали сотрудничать с Союзом морских пехотинцев и семей погибших защитников Отечества. Морпехи организовали сбор помощи военнослужащим и доставку ее в зону проведения специальной военной операции. Сегодня обе организации объединили свои усилия в Народном центре помощи фронту. Переговорили с управляющей компанией МЖК «Ладья». Они пошли нам навстречу. Совместно с Советом дома «Мира-97» открыли. То есть нам предоставили помещение. Выполнили силами неравнодушных предпринимателей города. Ремонт частично здесь. Ну и вот запустили. Кроме сбора помощи и изготовления воскировочных сетей, общественники занимаются и патриотическим воспитанием молодежи. Оставшийся после ремонта в центре песок тоже пошел дело. Именно он стал основой композиции, которую построили общественники. На инсталляцию использовали экспонаты из музея Союза морских пехотинцев. Экспозиция в виде блокпоста. Здесь тоже немало у нас приходит учеников школ на мастер-классы попробовать свои силы в плетении маскировочных сетей, маскировочных костюмов. Ну и заодно показываем ребятам образцы вооружения современные. С открытием Народного центра помощи фронту к общественникам присоединились и жители окрестных домов. Вместе с волонтерами они плетут сети, дежурят в пункте сбора гуманитарной помощи. В Нефтьюганске проходит неделя профилактики болезней, передающейся половым путем. По мнению врачей, очень важно повышать информативность населения по этому поводу. Ведь кроме общеизвестных ВИЧ-инфекций и гепатита С, есть масса других заболеваний. Поэтому нужно знать обо всех возможных угрозах. Наш корреспондент пообщался с урологом городской больницы. Профилактика – это снижение рисков подхватить ту или иную болезнь. Обычно это занятия спортом и правильное питание. Но в случае с тем, что передается половым путем, нужно придерживаться других рекомендаций. Опасаться незащищенных половых контактов, предохраняться, вовремя обследоваться. Если вдруг какие-то симптомы появляются, чаще всего приходят с нарушением. Ко мне, как к урологу, чаще всего приходят с какими-то проблемами с мочеиспусканием. То есть появляются там рези, высыпания какие-то. Здесь действует то же правило, что и с остальными болезнями. Чем раньше выявили, тем проще вылечить. Тем более, что наши врачи имели дело с самыми разными случаями. Чаще всего приходят уреоплазма. Это такая самая распространенная. Потом гонорея редко. В моей практике бывает. Хламидии бывают иногда в москве. Тоже требует, конечно же, лечения. Сифилис, вирус папилломы человека, рак половых органов и другие заболевания имеют тяжелые последствия. Поэтому лучше посещать обследование и сдавать анализы. Есть такой анализ, андрофлора называется. Смотрится состав микрофлоры. Там есть и в норме какие-то микроорганизмы. Так и условно патогенные. Это такой показательный анализ. Если диагноз подтвердится, врач назначит лечение. От пациента потребуется только соблюдать все рекомендации. Екатерина Балакина, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». А на этом у нас все. До новых встреч в эфире.